Сегодня на уроке познания мира мы продолжим изучение раздела «Моя Родина, Казахстан». А тема урока звучит «Что у нас производят?». Сегодня ты узнаешь, что производят промышленные предприятия и крестьянские хозяйства в разных экономических регионах Казахстана. Научишься описывать промышленные предприятия и виды сельского хозяйства. Мы все знаем, что экономика – это отношение между людьми, когда одни создают товар, другие продают товар, а третьи являются покупателями. Экономика делится на такие виды, как промышленность, сельское хозяйство, и сфера услуг. Все эти отрасли экономики не могут существовать по отдельности, то есть они все взаимосвязаны. Субъектами экономической деятельности являются заводы и фабрики, крупные и мелкие предприятия. Заводы и фабрики объединяют под одним названием промышленность или промышленные предприятия. Как ты думаешь, что производят тяжелая и легкая промышленности? Тяжелая промышленность включает в себя отрасли промышленности, которая добывает сырье и топливо, производит энергию и орудия труда, обрабатывает материалы и продукты, произведенные в промышленности или же в сельском хозяйстве. Легкая промышленность производит продукты питания, а также товары бытового назначения, которые необходимы для удовлетворения потребности населения. Это может быть пошив одежды или же изготовление мебели. Давай теперь мы с тобой ответим на такой вопрос. Где и почему хорошо развито в нашей стране овощеводство, садоводство и бахчеводство? В Южном Казахстане работают предприятия по развитию садоводства, овощеводства, бахчеводства и рисоводства, так как тому способствуют климатические условия и много солнечных дней. Овощеводство и бахчеводство обеспечивают население разнообразными овощами. Ещё такой вопрос. Где и почему развито у нас верблюдоводство? На юге и на западе страны хорошо развито верблюдоводство, так как эти животные хорошо переносят жару. Для развития сельского хозяйства нужны земельные угодья и подходящие природные условия. А для развития промышленности необходимы сырьё и полезные ископаемые. Но ни один вид хозяйственной деятельности не может работать без человека. Как ты думаешь, к какой отрасли промышленности относятся эти предприятия, которые обозначены на карте? В Казахстане работают крупнейшие предприятия. Например, Казахмыс – это крупнейший производитель миди в Казахстане. Казах Алтын – предприятие золоторудной отрасли. Казах Оил – крупнейшая нефтедобывающая компания. Полиметал – это горнорудная компания, которая занимается добычей серебра и полиметалла. Все они относятся к тяжёлой промышленности. Казахстан – страна, которая богата природными ресурсами. Здесь сосредоточен достаточно большой запас полезных ископаемых. Любой природный материал проходит различную обработку, прежде чем стать готовым изделием. Нефть добывают из недр земли и обрабатывают на нефтеперерабатывающих заводах. В Казахстане существует три таких завода. Это Шымкенский нефтеперерабатывающий завод, Павлодарский нефтеперерабатывающий завод и Атараусский нефтеперерабатывающий завод. На этих заводах выпускают готовые нефтепродукты – бензин, масло для машин, синтетические волокна. Это нити, которых нет в природе, но их создает человек. Из них делают ткань для одежды, которая не мнется, быстро сохнет и долго носится. Также из нефти делают пластмассы – это ненатуральные материалы, из которых изготавливают пластиковые бутылки и посуду, также учебные принадлежности и даже мебель. В 2002 году в Восточном Казахстане, в городе Ускаменогорске, был открыт первый в республике завод по сборке автомобилей, который называется «Азия Авто». На этом заводе в год выпускают 100 тысяч автомобилей. Вот как ты думаешь, к какой промышленности можно отнести завод «Азия Авто»? Завод «Азия Авто» относится к тяжелой промышленности. Таким образом, сегодня ты узнал, что производят промышленные предприятия и крестьянские хозяйства в разных экономических регионах Казахстана. Также научился описывать промышленные предприятия и виды сельского хозяйства. Продолжение следует...